Подрэнчник крок по кроку, позжем аеден, лекция друга, чэнщч э, личебники, числительные. Сегодня продолжим считать. Как называются цифры от 1 до 10 мы уже знаем. И сегодня посчитаем до 20. Чтобы посчитать, нужно к названию цифры добавить Настя. Как будто бы мы циферку отдаем девочке Насте. Итак, я читаю вслух, а вы, пожалуйста, также вслух повторяйте. Обращаем внимание на слово 16. В серединочке буковка С, шестнащче. Слово двадеща, окончание ЧА. И также двадеща еден, двадеща щедем, двадеща ощем, двадеща девенч. В словах пятнащче, девятнащче. Вот этот угонок мы не произносим. Просто пятнащче девятнащче. Потренируйтесь, пожалуйста, еще самостоятельно попроизносить циферки. А мы с вами идем в следующий слайд. Не так давно мы с вами изучали вопросы, скон естешь, где мешкаешь, адрес. Чтобы сказать адрес, нам нужно знать такие слова, как улица, проспект, площадь. Давайте узнаем. Итак, аллея, Мицкевича, аллея, проспект. Улица, улица. Сокращенно можно увидеть название, например, на вывесках в городе. У, улица, аллея, пл, плац, плац, площадь. Плац, площадь. Двожец, вокзал, двожец, главный вокзал. Рынок, главный. Рынок – это центральная площадь города. Или же рынок. Рынок или рыночная площадь. Чеччь F. Для чего учишься польскего? Почему ты учишь польский? Сейчас мы послушаем два диалога. Позже мы их переведем. Слушайте, пожалуйста, диалог и следите глазками по тексту. Продолжение следует... Телефон? Так. Мой номер то 12-23-13-19-5. А твой номер? 0-6-0-1-15-26-10. Длаго учишься польскего? Прzepraszam, не розумим. Я учусь польскего, чтобы студировать в Польсце. А ты для чего? Ага. Учусь польскего, чтобы работать в Варшаве. Швятня. Давайте переведем диалог. Ува и Мануэла разговаривают. Чеччь, як ще называшь? Привет, как тебя зовут? Чеччь. Естем Мануэла Санчес. А ты? Привет, я Мануэла Санчес. А ты? Естем Ува Штайн. Я Ува Штайн. И здесь мы видим, что имя и фамилию иностранцев произносят так, как в их родном языке. Сканд естешь? Откуда ты? Естем с Мемец. А ты? Я из Германии. А ты? Естем с Хешпании. Мануэл из Испании. Я из Испании. Мешкашь в Мадрыче? Ты живешь в Мадриде? Не, мешкам в Барцелоне. Нет, я живу в Барселоне. Я мешкам в Барлине. А я живу в Берлине. Где мешкашь в Кракове? Где ты живешь в Кракове? Улица Холорьянска. А ты? Я живу на улице Холорьянске. А ты? Я тоже мешкам в Центру. Я также живу. Я тоже живу в Центре. Улица Швентего Яна. Улица Святого Яна. Еще сокращенно можно увидеть. ЩВ кропка Яна. То есть Швентего Яна. Святого Яна. Маш телефон. У тебя есть телефон. Так, мой номер то. Да, мой номер такой-то. И здесь можем называть по одной цифре, а можем по две. Дванащче. Дваддесятьа три. Йеден три. Йеден девять пять. А твой номер? А твой номер? Зеро шесть. Зеро еден. Пятнащче. Дваддесяща шесть. Десять. Дальчего учишься польскего? Пачему ты изучаешь польский? Препрошу, не розумяю. Извини, я не понимаю. Я учишься польскего, чтобы студировать в Польсце. А ты для чего? Я учишься. Я учу польский, чтобы учиться в Польше. А ты почему? Ага. Учишься польскего, чтобы працовать в Варшаве. Я учу польский, чтобы работать в Варшаве. Послушаем второй диалог. Также слушайте и глазками следите по тексту. Называм się Tom Peterson. А ты? Йестем Мария Баннини. Бардо ми мило. Мило ми. Скоть jesteś? Я учусь. Я учусь в Волочах. Мешкам в Риме. А ты где? Я учусь в США. Мешкам в Новом Йорку. Почему учишься польскего? Учусь польскего, потому моя девчина есть польский. Правда? Я учусь польскего, потому мой хлопок есть польский. Где мешкашь в Краковой? Улица Премыска 7. А где ты мешкашь? Улица Урзэнднича 10. Мой телефон то 12-623-17-13. Мой номер то 12-4-2-2-2-0-1-2. Судовьем. Переведем также второй диалог. Называемся Том Петерсон. А ты? Меня зовут Том Петерсон. А ты? А тебя? Ясэм Мария Бенини. Меня зовут Мария Бенини. Бардо ми мило. Мне очень приятно. Мио ми. Приятно мне тоже так же. Скоть естыш? Откуда ты? Ясэм с Буох. Я из Италии. Мешкам в Жиме. Живу в Риме. А ты? Где мешкашь? А ты? Где живёшь? Ясэм с Уэса. Я из Соединённых Штатов Америки. Из США. Мешкам в Новым Йорку. Живу в Нью-Йорке. Почему ты учишь польский? Учишься польский, бо моя дзевчина ест с Польски. Я учу польский, потому что моя девушка из Польши. Napравда? Правда? Действительно? Я учусься польский, бо мой хлопок ест с Польски. Я учу польский, потому что мой парень из Польши. Где мешкашь в Кракове? Где ты живёшь в Кракове? Улица Пшемыска 7. А где ты мешкашь? На улице Пшемыска 7. А где ты живёшь? Улица Уженднича 10. На улице Уженднича 10. Мой телефон то 12, 6, 23, 17, 13. Повторяем циферки. Мой номер то 12, 4, 22, 20, 12. И мы видим в диалогах выделенные фразы. ДЛАЧЕГО, ЖЕБЫ СТУДЬЁВАЧЬ? ДЛАЧЕГО, ЖЕБЫ ПРАЦОВАЧЬ? ПОЧЕМУ? ЧТОБЫ УЧИТСЯ. ПОЧЕМУ? ЧТОБЫ РАБОТАТЬ. ДЛАЧЕГО? Бо моя девчина ест с Польски. ПОЧЕМУ? ПОТОМУ, ЧТО МОЯ ДЕВУШКА С ПОЛЬШИ. ПОЧЕМУ? ПОТОМУ, ЧТО МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ПОЛЬШИ. И перед нами конструкция ДЛАЧЕГО ЖЕБЫ, ДЛАЧЕГО БО. На вопрос, почему, мы можем ответить ЧТОБЫ или ПОТОМУШТО. Так вот, если мы отвечаем с помощью слова ЖЕБЫ, ЧТОБЫ, то после этого слова ЖЕБЫ нужно поставить БЕЗОКУЛИЧНИК, то есть глагол в инфинитиве, в неизмененной форме. ЖЕБЫ ПРАЦОВАЧЬ, ЖЕБЫ СТУДЬОВАЧЬ, ЖЕБЫ РУЗМАВЯЧ С ПОЛАКАМИ, ЖЕБЫ РУЗУМИЧ ПО ПОЛЬСКУ, чтобы разговаривать с поляками, чтобы понимать по-польски. То есть, когда мы отвечаем ДЛАЧЕГО ЖЕБЫ и дальше ставим глагол в неизмененном виде. Если же мы отвечаем с помощью БО, потому что, то здесь нужно глагольчик изменить. ДЛАЧЕГО, на пшекот учащий польский ГО, БО МОЯ МАМА ЕСТ С ПОЛЬСКИ, потому что МАЯ МАМА ЕСТ С ПОЛЬСКИ, МАМА ЕСТ. БО ТО МОЕ ХОББИ, потому что МОЕ ХОББИ. БО СТУДЮЯ В КРАКОВЕ, ПОТОМУ ЧТО Я УЧУСЬ В КРАКОВЕ. УЧУСЬ, КТО Я, СТУДЮЯ. Здесь нам на помощь приходит наше спряжение, спряжение глаголов. ДЛАЧЕГО, УЧУЩИЕ ПОЛЬСКИ ЭКО, БО ХЦЕ ПРАЦОВАЧ В ПОЛЬССЕ. КТО ХОЧЕТ, Я. ПОТОМУ ЧТО Я ХОЧУ РАБОТАТЬ В ПОЛЬССЕ. ПОСМОТРИТЕ, В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРОИСХОДИТ ИНОЛОГИЧНО. ЧТОБЫ РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ, ПОСЛЕ ЧТОБЫ мы ставим инфинитив. РАБОТАТЬ. ИЛИ ПОТОМУ ЧТО Я УЧУСЬ, ИЛИ ПОТОМУ ЧТО Я ХОЧУ РАБОТАТЬ. ХОЧУ. Глагол изменяется уже. БУ МОЯ ДЖЕВЧИНА ЕСТЬ С ПОЛЬСКИ, ПОТОМУ ЧТО МОЯ ДЕВУШКА ИЗ ПОЛЬСКИ. ЗАУПОЛНИМ УПРАЖНЕНИЕ ОДИН, А ПОТОМ ЕЩЕ НЕГОЧКО ПОГОВАРИМ ПРО КОНСТРУКЦИЮ ДЛЯЧЕГУ ЖЕБЫ, ДЛЯЧЕГУ БОТАТЬ. ИТАК, ЗДЕСЬ УЖ СТРЕЛОЧКИ УЖЕ СТОЯТ, ПРОСТО ЧТАЕМ, ПЕРЕВОДИМ. СКОНД ЕСТЫШЬ? ОТКУДА ТЫ? ИТАК, МОГУТ БЫТЬ ВОПРОСЫ, ДЛЯЧЕГУ УЧИШЬ СТЕПОЛЬСКИЕГУ? ИЛИ, НАПРИМЕР, ДЛЯЧЕГУ ПАН ИЛИ ПАНИ ХЦЕ УТШИМАЧ КАРТЫ ПОЛЯКА. ПОЧЕМУ ТЫ УЧИШЬ ПОЛЬСКИ, ПОЧЕМУ ПАН ИЛИ ПАНИ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ КАРТУ ПОЛЯКА. И МЫ МОЖЕМ ОТВЕТИТЬ СПОМОЩЮ ЖЕБЫ, ЧТОБЫ, ПОСЛЕ ЭТОГО СЛОВА СТАВИМ БЕЗОКОЛИЧНИК, ИНФИНИТИВ, ИЛИ СПОМОЩЮ БО, ПОТОМУ ШТА. Синонимами слова БО являются ПОНЕВАШ, ДЛАТЕГО ЖЕ, которые также переводятся ПОТОМУШТО. ПОНЕВАШ – такой более литературный вариант слова БО. Давайте прочтём несколько примеров. Здесь я почему-то пропустила букву И, такую с точечкой сверху. Я учу ПОЛЬСКИ, ПОТОМУШТО ХАЧУ СВАБОДНО РАЗГОВАРИВАЮТЬ СПОЛЯКАМИ. Или мы можем сказать вместо БО, ПОНЕВАШ – УЧАЩЕ ПОЛЬСКИЕГО, ПОНЕВАШ ХЦЕ ПЛЫННИЕ РОЗМАВЯТЬ СПОЛЯКАМИ. Я хочу получить карту ПОЛЯКА, ЧТОБЫ ПОДТВЕРДИТЬ ПОЛЬСКИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Здесь мы видим, что после слова «ЖЕБЫ» мы ставим инфинитив – «ЖЕБЫ СТУДЬОВАЮТЬ», «ЖЕБЫ ПРАЦОВАЮТЬ», «ЖЕБЫ ПОДТВЕРДИТЬ». После БО или ПОНЕВАШ или ДЛАТЕГО ЖЕ, глагол изменяем – БО ХЦЕ, Я ХЦЕ. ХЦЕ ДОСТАЧКАРТЫ ПОЛЯКА, БО МОЯ БАБЧА БЫЛА ПОЛЬКОМ. Я ХАЧУ ПОУЧИТЬ КАРТУ ПОЛЯКА, ПОТОМУ ЧТО МОЯ БАБУШКА БЫЛА ПОЛЬКОМ. ИЛИ ЖЕ ХЦЕ ДОСТАЧКАРТЫ ПОЛЯКА, БО МОЙ ДЖАДЫК БЫЛ ПОЛЯКИМ. ПОТОМУ ЧТО МОЯ ДЕДУШКА БЫЛ ПОЛЯКОМ. ИДЁМ ДАЛЬШЕ. И В УПРАЖНЕНИЕ ДВА НАМ НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ НА ОСНОВАНИИ ДИАЛОГОВ, КОТОРЫЕ МЫ С ВАМИ ЧИТАЛИ И ПЕРЕВОДИЛИ. УВА И С МАНУЭЛОЙ РАЗГОВАРИВАЛИ, ТОМ С МАРИЕЙ. ВТОРОЙ РАЗ МЫ ИХ ЧИТАТЬ НЕ БУДЕМ, МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ, ПОСЛУШАТЬ ЗАПИСЬ. ИТАК, ИМЯ. ЧТО ЕСТЬ В АНКЕТЕ, ПРОЧТЁМ ПРОЧТЁМ ПРОСТО ИМЯ. ИМЯ, НАЗВИСКО, ФАМИЛИЯ, СКОНД ЕСТЬ, ОТКУДА ОН ИЛИ ОНА ЕСТЬ, ГДЕ МЕШКА, ГДЕ ОН ИЛИ ОНА ЖИВУТ, АДРЕС В КРАКОВЕ, АДРЕС В КРАКОВЕ, ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕФОН, ДЛАЧЕГО УЧИЩЕ ПОЛЬСКЕГУ, ДЛАЧЕГО, ПОЧЕМУ ОН ИЛИ ОНА ИЗУЧАЮТ ПОЛЬСКИЙ. И мы с вами почитаем еще два диалога, последних на сегодня, в школе и в доме. Первый диалог в школе. Прочтем и переведем. Размавляем студент и секретарка. Студент разговаривает с секретарем. День добрый. Называемся Хавьер Перес. Добрый день, меня зовут Хавьер Перес. А, ТО ПАН. ШВЕТНЕ. А, ЭТО ПАН. Отлично. ТО переводится как ЭТО. ТУ СОУ МОЕ ДАНЫ ОСОБОВЫ. ЗДЕСЬ МОИ ЛИЧНЫЕ ДАНЫЕ. ШЕЛЕСТ ПАПЕРУ. СЕКРЕТАРКА ЕБЕЖЕ И ОГЛЁНДА. ШЕЛЕСТ БУМАГИ. СЕКРЕТАРЬ БЕРЕТ БУМАГУ И СМОТРИТ. БАРДО ДЗЯНКУЕ. БАЛЬШОЕ СПАСИБА. ДОБРЖЕ. ИМЯ ХАВЬЕР. НАЗВИСКО ПЕРЕЗ. НАРОДОВОЩЬ АРГЕНТЫНЧИК. АДРЕС КРАКОВ. НОВОВЕЙСКА 12-6. ТЕЛЕФОН 06-035777213. В ПОРЖОДКУ. БАЛЬШОЕ СПАСИБА. ХАРАШО. ИМЯ ХАВЬЕР. ПАМИЛИЯ. ПЕРЕЗ. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. МЫ УЖЕ ПОНЯЛИ, ЧТО ОН ИЗ АРГЕНТИНЫ. АДРЕС КРАКОВ. УЛИЦА НОВОВЕЙСКАЯ. ДОМ 12. КВАРТИРА 6. ТЕЛЕФОН. ВСПОМНИМ ЦИФЕРКИ. 0603577213. В ПОРЯДКЕ. ТО ЕС СЕЛИ ПРАВИЛЬНО. ТАК. ОЧЕВИЩЕ. ДА. КОНЕЧНО. ПАН ХАВЬЕР ПЕРЕЗ. ИНТЕНСЫВНЫЙ КУРС ПОЛЬСКЕГУ. ГРУПА АЕДЕН. КЛАССА НУМЕР ДВАДЕЩЧАТШИ. ПАН ХАВЬЕР ПЕРЕЗ. ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКЕ. ГРУПА УРОВНЯ АДИН. КЛАСС НОМЕР 23. СЛОВО КЛАССА В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ ЖЕНСКОГО РОДА. ОЧЕНЬ ЧАСТО, КОГДА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ СЛОВА ПО РОДАМ НЕ СОВПАДАЮТ. ДЖЕНЬ КУЯ. СПАСИБА. А ЯК СЩ МОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ. ГРУПА МАЧШИ НА УЧИЧЕЛЬКЯ. В ГРУППЕ ТРИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ. ТЕ РАЗ ЕСТ АННА СТЕЛЬМА. СИЧАС АННА СТЕЛЬМА. ДЖЕНЬ КУЯ. И ДО ВИДЗЕНЬЯ. ДО ВИДЗЕНЬЯ. МИЛОЕ ЛЕКЦИИ. СПАСИБА. ДО СВИДАНЯ. ДО СВИДАНЯ. ПРИЯТНОГО УРОКА. И ПОСЛЕДНИЙ НА СЕГОДНЯ ДИАЛОГ. В ДОМУ. В ДОМЕ ДОМА. МАМ ВРАЦА ДО ДОМУ С КОЛЕЖАНКУ. МАМИ – ИМЯ ЯПОНСКАЙ ДЕВУШКИ, КОТОРАЯ ПРИЕХАЛА В ПОЛЬШУ, ЖИВЕТ В ПОЛЬСКОЙ СЕМЬЕ И УЗУЧАЕТ ПОЛЬСКИЙ АЗЫБ. МАМИ ТАКАДА ЖИВЕТ В КРАКОЛЕ С ПОЛЬСКОЙ СЕМЬЕЙ. МАМИ ВОЗРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ С ПОДРУГОЙ. И РАЗГОВАРИВАЮТ ПАНИ МАЙ И МАМИ. МАМИ КАК РАЗ ЖИВЕТ В СЕМЬЕ М МАЙ. ДОБРЫЙ МАМИ. ДОБРЫЙ ДЕНЬ МАМИ. ДОБРЫЙ ПАНИ. ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПАНИ. ТО ЕСТ МОЯ КОЛЕЖАНКА АНДЖЕВА. ЭТО МАЯ ПРИЯТЕЛЬНИЦА АНДЖЕВА. ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВИТАМ БАРДЗОМИ МИО. ПРИВЕТСТВУЮ, МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО. НАЗЫВАЩЕ ЙОАННА НА МАЙ. МЕНЯ ЗОВУТ ЙОАННА МАЙ. ТО ЕСТ МУЙ МОНЖ ГЖЕГОШ. ЭТО МОЙ МУЖ ГЖЕ КАРОЛИНА И МУЙ СЫН КАРОЛЬ. МАЯ ДОЧЬ КАРОЛИНА И МОЙ СЫН КАРОЛЬ. БАРДОМИ МИО ПАНЬСТВА ПОЗНАЧ. МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО С ВАМИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. СКОНТ ПАНЬ ЕСТ? ОТКУДА ПАНЬ ЕСТ? ЕСТМ З АНГЛИИ. Я ИЗ АНГЛИИ. ДЛЯЧЕГО УЧИЩЕ ПАНИ ПОЛЬСКЕГО? ПОЧЕМУ ПАНИ УЧИТ ПОЛЬСКЕГО? УЧИЩЕ ПОЛЬСКЕГО, ЖЕБЫ М РАЗУМИТЬ ПОЛЬСКЕГО? ПОЧЕМУ? МОЯ МАМА ЕСТ С ПОЛЬСКИ. МОЯ МАМА ИЗ ПОЛЬСКИ. РАЗУМИМ. ПОНИМАЮ. ИТАК, ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. ПРОЧИТАТЬ ДИАЛОГИ ИЗ УРОКА ЕЩЕ РАЗ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЛУГ. ДИАЛОГ В ДОМУ, ДИАЛОГ В ШКОЛЕ. ДИАЛОГИ, ГДЕ У НАС РАЗГОВАРИВАЛИ УВА И МАНУЭЛА, ТОМ И МАРИЯ. ОБРА ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. ОБРАЧАЕМ НА НОВЫЕ СЛОВА. МОЖНО ИХ ВЫПИСАТЬ, ЗАВЕСТИ СЛОВАРИК. ТАКЖЕ ПОД УРОКОМ, ПОД ВИДЕО Я В КОММЕНТАРИЯ ОСТАВЛЯЮ СЛОВАРИК С ПЕРЕВОДОМ НОВЫХ СЛОВ. ВСПОМИНАЕМ КОНСТРУКЦУ ЖЕБЫ БО. ДЛЯ ЧЕГУ ЖЕБЫ, ДЛЯ ЧЕГУ БО. ПОСЛЕ ЖЕБЫ У НАС ИДЯТ БЕЗАКУЛИЧНЫЙ КОНФИНИТИВ. ПО ДО ТРИДЗАТИ.